Всем привет! В этом году, в январе и феврале, я свозил две группы в Париж. В январе был более удачный выезд. И с погодой повезло, и со всеми остальными факторами в феврале. Погода была просто адская. На самом деле, температура колебалась от минус трех до нуля, но был очень сильный пронизывающий ветер, и к тому же я еще дико простыл в самый первый же день. Поэтому все вот дни, которые я водил в вторую группу, это были, конечно, адовые муки. Но, тем не менее, в итоге все прошло более-менее удачно. Часть экскурсий пришлось проводить в местных кафе и там рассказывать. Поэтому вошло не все, естественно, то, что я показывал своим туристам. И я прошу прощения, потому что я иногда там, конечно, заговариваюсь. Так, например, я сказал, что убийцу Генриха IV звали Равашолем. Его, естественно, звали Равальяком. Равашоль – это тоже не очень прекрасный человек, но совершенно из другой оперы. Поэтому, если там будут встречаться подобные моменты, ну, не обессудьте. А в конце я скажу информацию по поводу следующих групп в Париж, которые поедут уже во второй половине этого года. Соответственно, если вы досмотрите, если вас это заинтересует, то можете присоединиться. Итак, мы где-то в Париже. В исторической части его города. Человек взял камеру в руки. В трехзвездочном отеле. Живем на чердаке. Вот наша замечательная группа. Все. Пойдем. Кто откуда? С Казахстана, с Москвы, с Питера. Народ Самары. Все. Это консьерж. Нет, это не консьерж. Это прям директор отеля. Сейчас мы его крупный план успеем. Мерси Боку, говорит. Поздравьте русские народы. Мы с вами находимся на так называемых аренах лютеции. Я вам вообще-то, на самом деле, сгрузил огромное количество картинок. Там есть самая первая папочка. И в этой первой папочке, поскольку часть из вас, к сожалению, безответственно подошла к вопросу подготовки к нашей замечательной экскурсии. И не скачала. А некоторые скачали и не открыли. Потому что у них абсолютно не православные айфоны. Так вот, на самом деле, в этих картинках вы можете увидеть, во-первых, как выглядели эти арены изначально. Вот здесь, на самом деле, верхний уровень, видите, где простирается. Однако изначально они вмещали 18 тысяч человек. До 18 тысяч человек. То есть они были в пять раз выше. Вот с этой стороны находилась такая, как это назвать, выставочный стенд. В общем, здесь была стена с фигурой, со скульптурами богов. А вот эти вот, видите, там клеточки. Вот эти клеточки, как вы думаете, для чего? Оттуда выбегали. Ну, не столько гладиаторы, сколько зверюшки, да. Зверюшки. Это был такой зоопарк. А год какой? Год какой? Год после 52-го года до нашей эры. В 52-м году до нашей эры. Юрий Цезарь, помните? Нет, слушай, это недавно молдаване построили. Я просто как бы не хотел вас расстраивать. Мы с ними подговорились немножечко. В 52-м году до нашей эры. Вы помните эту классическую фразу, которую он произнес? Что он сказал? Что там пройден? Рубикон. Рубикон. Кубик Рубикон пройден. Юрий Цезарь в 52-м году до нашей эры. Завоевание Галии. Это его знаменитый гальский поход. И после этого, соответственно, до этого здесь была лютеция. Лютеция город так назывался. По разным, есть разные версии, почему он так назывался. По одной из версий, белый просто здесь был известняковый такой камень. Потому что лютеция это как бы... Вот лейкоциты, знаете? Такое слово. Вот это как бы белое вещество. Ну, просто однокоренные слова. Из латыни же все. Ну, по мнению Рабле, потому что здесь у дам были белые ляжки. Но это как бы... Оставим на совести Рабле эту версию. Юрий Цезарь сюда пришел, увидел и... Да, именно это он и сделал. И вот началась та эпоха, которая получила название Пакс Романа. То есть, грубо говоря, Римская же империя – это некий аналог современной американской экспансии культурной. То есть мы вот как бы все же смотрим голливудские фильмы. Вот телефоны, видите, абсолютно не самарского производства в руках. Ну, и не казанского вообще ни разу. Соответственно, что там у тебя случилось? Нет, продолжай, я сейчас на Инстаграм прожожу. Понятно. У тебя еще будет время для Инстаграма. У нас на каждой точке будет пятиминутка Инстаграма, где вы можете встать и стоить с этой стороны. Значит, вай-фай нет. Вай-фай нет везде. Вай-фай нет вай-фай. Какая жалость. Так вот, соответственно, Пакс Романа. Да, то есть американская экспансия культурная. То есть Америку как бы с одной стороны все ненавидят, да? А с другой стороны, с другой стороны, почему-то как... Да, да, все хотят туда, и все смотрят их фильмы, все смотрят их шмотки, все слушают их музыку, все пользуются их гаджетами. То же самое с Римской империей, на самом деле. То есть, с одной стороны, ее все ненавидели, да? Потому что она завоевывала, это было, ну, главный... Что-то на самом деле... Хорошо, печет-то. Это был главный такой способ заработка денег, пойти кого-нибудь завоевать. Более того, ну, например, в случае с Цезарем, это была такая прекрасная возможность зарекомендовать себя, то есть некий триумф совершить. Сейчас вот у нас люди пытаются сморализовываться за счет каких-то спортивных побед, да? Вот недавно тут сборная хоккея по России выиграла в Олимпиаде, выиграла Олимпиаду, и все. И все соцсети пестрят, да? А тогда вот Олимпиад не было, но были вот такие Олимпиады. Были вот такие Олимпиады. Соответственно, Пакс Романа, римская знать, к ней все стремили, все хотели быть как они, все хотели одеваться как они, все хотели есть как они, все хотели быть на том уровне и статусе. И вот это одна из интегрированных частей развлечений того времени. Ну, хоккея нет, футбола нет, интернета нет, киноматографа нет, ничего нет. А люди хотят чего? Зрелищ, да. Ну, потому что не Рим, наверное. Скромненько, да, но ты приедешь в Ним, например, тот же самый, или вот в Лунгдум, нынешний Леон, куда я тоже, кстати, хочу свозить группу. И вот там-то все хорошо, на самом деле. Соответственно, вот это вот развлекуха. 18 тысяч человек сидят на трибунах. Здесь происходят гладиаторские схватки, причем иногда не на жизнь, а на смерть. Здесь же потом была такая прогрессивная история, как травля первых христиан. То есть звери травили этих христиан. Естественно, с точки зрения последующих житий, некоторые звери этих христиан не трогали. Я это часто буду рассказывать. У нас там будет присутствовать ряд святых в нашей сегодняшней, и сегодняшней, и завтрашней, и послезавтрашней истории. Вот это вот такой вот центр развлечений. И он был вынесен, он был вынесен за пределы города. Город представлял из себя строго такую вот расчерченную историю, то есть Карду, самая главная линия, она идет по улице Сан-Жак, на которую мы, возможно, выйдем. И Докумана, которая пересекает ее перпендикулярно. И все остальные вот такие вот, как Манхэттен современный. И это как бы была такая вот загородная история. Но потом случилось загнивание Римской империи. Сюда с дружественными визитами начали приходить возможные атилы, затем норманы, про атилу я еще скажу, на холме святой же Невьевы. И, соответственно, камни вот эти, они пошли на постройку крепостных стен. Это все потихонечку разбазаривалось, это все потихонечку строилось в других местах. И, короче, это все пришло в запустение. И уже к современному времени, в 19 веку, здесь было ничего. Абсолютно. И здесь, в 19 веке, контора амнибусная, она решила открыть здесь, ну, по современному говоря, автопарк. Они стали что-то рыть, и тут бац, стало что-то находиться. Они-то как бы этому не придали значения, но вмешался человек, которому мы, ну, мы как французы, прежде всего, конечно, нас он не любил вообще ни разу. Его зовут Виктор Гюго. Он вообще, ну, то есть, вот самый известный его роман, как называется? Ну, еще один. Собор Парижской Богоматери. Именно после этого собора, на самом деле, началась история по его восстановлению, но об этом мы будем говорить у собора непосредственно. Так вот, он вписался вот в эту историю, он настоял, чтобы вот это место, оно превратилось, наконец, в исторический памятник. И во многом благодаря ему контору с амнибусами отсюда да, пырнули. И вот теперь здесь такой абсолютно натуральный древнеримский реликт. Он, конечно, не так, как вот заметила критика с Петербурга, не так, конечно, как Колизей, поскромнее, но тоже... Да, но немножко, да, 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 вот. Частично он восстановлен, да, частично какие-то камни были доложены, потому что есть снимки, на самом деле, как была обнаружена вот эта вся история, когда здесь копали вот это вот с амнибусами. Вот она примерно так и выглядела. Ну и теперь вот здесь это прекрасный такой микс, с одной стороны тут дети, вот питанк тут постоянно играют люди. Она закрывается на ночь, кстати, сюда не попасть. Да, она открывается утром, закрывается вечером. И это вот такое вот культурное пространство. И, собственно, вот это, по сути, начало города Парижа. А еще к одному началу города Парижа мы с вами сейчас отправимся. Катя, не было еще никаких французов. Французов еще даже и не пахло. Были, да, 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 вот она, вот здесь вот она. Это римляне пришли, построили, да. Римляне, Катя, римляне, не французы. Не французы. Французы, тогда были еще галы, вот эти вот восстания, ну вот по-французски называется Версанжектарикс. Он боролся против этих проклятых римлян. Была битва при Батайду Алезия, при Алезии. Он ее благополучно проиграл и так далее. Вы знаете эту сказку? Вот я когда в школе учился, как гуси спасли Рим. Бритюс пришел в Рим, как бы с дружественным визитом и хотел там всех пограбить, но вот гуси, значит, ночью загогали, загогали, или как там они? Гуси-гуси. Загогали. Загогали? Вот, и всех спасли. Да, но на самом деле... По этому фуа-грак. Да, именно поэтому. Поэтому фуа-грак. Катя, тебе надо идти на канал ТНТ. Тогда была... У тебя есть опция. Другая история. Он, на самом деле, наложил контрибуцию и вынесли такие весы, и на одни весы, значит, положили грузики, а на вторые весы, да, вот, сколько грузиков, столько золота. А римляне пронюхали, что, короче, эти грузики, на самом деле, они с обманом, то есть они весят гораздо тяжелее, чем на них обозначено. И они начали протестовать, и тогда он кинул на вот эту чашу с грузиками свой меч и сказал, «Вайвик Тис», «Горе победителем», этих, «Побежденным». «Горе побежденным». Вот это более натурально такая известная история. Это что касается вот этого места. Сейчас мы с вами по улице... А, сейчас мы с вами сначала зайдем до стены Филиппа Гюст, Филиппа Августа. Я вам покажу там тоже кое-чего. Могу сказать, что во Франции ты можешь заходить куда хочешь. Ты можешь зайти в мэрию, ты можешь зайти, как бы... Никто тебе слова не скажет. Да, значит, смотрите. Вот видите вот это? А что это такое? Свобода рабисти. Не-не-не, не свобода рабисти, братство, а выше. Флюктанек меркитур. Это герб города Парижа. Да. Плавучий. Переводится это с латинского как... Ну, простите, плавает, но не тонет. Ну, примерно. Дело в том, что очень богатыми людьми вот того времени, про которое я вам рассказывал, были перевозчики по воде. Потому что, ну вот, как в случае с Петербургом, да, основание Петербурга, самый дешевый способ доставки товаров это по воде, поэтому вот Петербург. То же самое и здесь. У них были, соответственно, огромные финансы. И вот этот корабль, этих перевозчиков, он стал символом города Парижа. То есть, выйдя на улицу... Ну, немногие знают даже, как герб Петербурга-то выглядит. А он тоже, кстати, скрещение двух якорей, морского и речного. А вот это герб города Парижа с таким замечательным символом. На вот этой вот средневековой улице с замечательным желобком, по которому вот это все стекало. Стекало. Пойдемте, сударь, пойдемте. Вот это граница города Парижа в 12 веке. Эта стена, она называется Ансандр Филипп Агюст. Ансандр, это в смысле... Господи, забор, короче, типа того. Значит, Филипп Август, французский король, прославился тем, что он, во-первых, обложил очень серьезными налогами там всяких мясников и так далее. И на эти деньги облагородил более-менее город. Ну как облагородил? Согласно как бы традициям средних, средних веков. А во-вторых, он начал заводить эту стену. Она... Мы с вами находимся в том месте, которое называется Ривгош. Знаете такую парфюмерную? Ривгош? Да, Ривгош. Это называется Левый берег. А, Ривгош переводится как Левый берег? Да, Левый берег. Он начал на правой стороне сены возводить. Причем эта стена шла от Лувра. Мы с вами будем в Лувре. Она сначала шла от Лувра вот так вот полукругом, а потом уже на левом берегу он начал возводить ее здесь. И вот обратите внимание, потому что вот там вот эта церковь, эта церковь Сан-Тетен-Дюмон, а рядом, соответственно, Пантеон. То есть это был отшиб, отшиб города. И вот она здесь стояла. Это одна из сохранившихся, один из сохранившихся реликтов. Этих стен было несколько, как и в случае с Москвой. У Москвы сначала был, например, значит, Китай-Городская стена, потом стена, которая шла по Бульварному кольцу, потом стена, которая шла по Садовому кольцу и так далее. Абсолютно та же самая история с Парижем. Была стена Филиппа Августа, потом дальше еще одна стена, потом дальше еще одна стена и так далее. Мы с вами идем вот туда, на холм Святой Женевьевой. Это внешняя стена или одна из лучших? Ну, это стена, ограничивающая город. Внешняя, внешняя. Пару слов про эту церковь. Она называется Церковь Святого Этиена Дюмон. Мо – это гора. Вот у нас в Петербурге есть Исаакиевский собор, Александринский столб, Александрская колонна, дом построен для Лобанова Ростовского, несколько зданий на Морской улице по проекту архитектора Агюста Монферрана. Монферран – это Железная гора. Он, получается, Агюст Железногорский. А это, соответственно, Сент-Итен-Дюмон. Здесь изначально стояла церковь, то есть вообще вот это место, но вы видите, что да, мы на возвышенности находимся. Здесь раньше стоял Римский форум. Форум – это была центральная часть, во-первых, административная, во-вторых, здесь было святилище богов на этом форуме, и, соответственно, это была самая главная центральная часть города. Потом, по традиции, как это часто бывает, естественно, эта вся история притворилась в другую. Святая Женевьева, она вошла во французскую историю тем, что, во-первых, она, когда Атила, по-моему, в 443-м, или 53-м году, не помню, шел сюда, она, ну, разные есть версии, по одной из версий она там помолилась, по другой версии она еще что-то сделала, да, в итоге Атила не пошел. Это очень напоминает нам историю, как Тамерлан шел на Москву и вышли, значит, с иконой Владимирской Божьей Матери и Тамерлан помернул. А второй раз отец будущего короля Клависа, Хлодвига, Клавис он по-французски, по-нашему Хлодвиг, это первый император, ой, король, который принял христианство. Отец его осаждал Париж, и тогда святая Женевьева она призвала горожан к стойкости и добыла где-то свистных припасов. Их доставили, они, собственно, поверили в ее всемогущество. Естественно, масса всяких историй есть о том, как святая Женевьева у нее в руке горит свеча, пошел дождь, а свеча продолжала гореть. Ну, короче, все как мы любим. Хлодвиг, он в одной из битв с салиманами, одной из германских племен, он поклялся, что если, она его нянчила, этого Хлодвига, он поклялся, что если он победит их, то он примет христианство. Вам это не напоминает тоже никакую историю про императора Константина? Про императора Константина. Ну, то есть, это все одни и те же самые сюжеты. И он принял христианство, а святая Женевьева стала патронессой города Парижа. И вот, собственно, вот это вот она. Вот с такой овечкой. Да, вот эта церковь, вот эта церковь, она уже, конечно, поздних времен. От средневековой церкви мы отойдем дальше, вы видите, сохранилась башня. Во время... А это римские истории, да? Нет, ну, Кать, это не римские уже. Это уже настолько не римские, что... Вот написано Камонсу Франсуа при Франсуа I, при Франциске I, а закончено при Людовике XIII. Людовик XIII, чтобы сразу начинали встречать, это Олег Табаков в фильме «Три мушкетера». Вот это Людовик XIII. Это уже, конечно, более современная церковь. Потом со святой Женевьевой случилась следующая история. Для нее был построен, был задуман, на самом деле, храм. Вот он. С этой стороны. Да, но только, видите, сейчас вот туда не пускают. Но мы заделались сегодня в другой храм действующий. Был задуман вот этот храм. Причем, обратите внимание, форма, ну, такая привычная для нас, потому что, вот, опять-таки, Исаакиевский собор, Капитолий в США, значит, церковь святого Петра в Лондоне, в общем, это все вот примерно, примерно вот так вот. Он строился, опять-таки, по лекалу, ну, в смысле, по задумке есть пантеон в Древнем Риме, вот архитектор Суфло, он решил построить вот этот храм, который изначально был посвящен Святой Женевьеве. Когда случилась революция, революционно настроенные солдаты и матросы, ну, естественно, там, не солдаты и матросы, лавочники, да, и прочие люди, которые тогда превалировали, они взяли раку, а рака Святой Женевьевы, вот, опять-таки, она была вот как эта икона Владимирской Божьей Матери. Чуть что, эту раку на улицу, обнести, помолиться, ибо бах, и враг отступил. Ну, я так утрирую, конечно. Рака – это гробик такой, да? Да, рака – это такой, ну, не гробик, это ларец, я не знаю, да, с мощами. Толпа взяла эту раку, снесла ее на Гревскую площадь, рядом с отелем Девилем, где мы окажемся с вами на днях. Благополучно все сожгла там, ее останки, сохранилась только часть ее руки. Потом, соответственно, во время революции, это здание было решено посвятить великим людям. То есть, вот реально сделать пантеон, и туда внесли на волне, значит, ну, естественно, Вольтера сначала туда принесли, прах Вольтера, а потом принесли туда прах Марата. Потом к власти пришел Наполеон, прах Марата благополучно вынесли, прах Вольтера оставили. Церковь опять сделали действующей, отдали, соответственно, духовенству католическому. Потом случилась следующая революция 1830-го года, как называется, «Три великих дня», а потом еще революция 1848-го года, и эту церковь после 1848-го опять сделали пантеоном. Вот там как раз повесили этот самый маятник Фуко. Вы понимаете принципы, почему, как он доказывает, что земля крутится? Фуко говорил, типа, приходите ко мне, я вам покажу. Он спорил, он спорил с людьми, что, типа, земля крутится. Дело в том, что он огромный такой. У нас в Исаакиевском соборе после революции тоже висел маятник Фуко. И он, соответственно, начинает вот так вот качаться. А потом эта ось начинает смещаться. Ну, только это, естественно, происходит очень медленно, это ям так вот быстро. И он вот так вот по кругу, по кругу, по кругу вот так вот вертится. Тем самым доказывает, что земля-то, оказывается, не на трех слонах стоит, а она примерно круглая. Он окончательно стал пантеоном. И туда начали свозить разных прекрасных людей. Одним из самых противоречивых таких жестов был жест Миттерана, когда туда занесли прах Дюма. Дюма отца. Дюма отец, Дюма отец, он, конечно, прекрасный писатель. Но, во-первых, на него работали литературные негры, но, во-вторых, он любил, как бы, с удовольствием, гнать строку. Да, то есть, было такое, знаете, вы видели его, пародию его? Вы видели его? Кого? Его? Дюма? Да. Отца? Каков талант? О, да. Каков характер? Великолепный. Ну, что вы говорите? В мощь. Вот, и все вот так вот, знаете, вот. На странице. Да, 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 да. И вот он, соответственно, этим занимался. Вот, это был такой противоречивый. Потом туда занесли Андре Мальру, это вообще такой левак известный, он воевал против, за коммунистов, против Чайканши в Китае и был фактически таким пропагандоном во времена Шарль-де-Голля. То есть, тоже как бы, ну, а потом туда еще внесли нескольких женщин, включая Марию Складовскую-Кюри, что вообще, я считаю, ну, просто, ну, женщина, она же, в принципе, не человек, как мы знаем, да, то есть, а... Там внутри радиоактивно. Да, там внутри очень радиоактивно. А она вот там, тем не менее, лежит. Вот, соответственно, вот это действительно пантеон, такое, ну, такое, ну, не кладбище, конечно, нельзя так сказать, да, Мавзолей, Мавзолей великих людей Франции. А изначально это высшая точка, где стоял храм, вот, который был посвящен Святой Женею. Вот, вот там, вот там, вот это главная улица. Там спокойно и не подхартило вообще. Ну, вообще. Ну, она хоть не затопила. Ладно, хоть дождь не идет. Сейчас вот если дождь еще пошел, мы бы тут прозрили. Нормально еще. Лоткой бы отогревались. Сейчас надо садиться потеплее просто. Завтра свитер нацепить. Да, я прям правильно. Я одета в кубку, в тёпу, в тёпу, в тёпу, в тёпу, в тёпу, в руковице, в у меня шапка. Знаешь, где продуло? Вон там, в церкви просто на возвышенности пока стояли, продуло. Я хочу, вина, свитер. Мы с вами приближаемся к центральному месту вокруг. А вот это коник был поход, да? вот он у него хороший, смотри. К месту главному в романе Д'Артаньян и Три Мушкетюра. Да ладно. Ух ты. Да, вот зуб дают. Я прям поближе. Да, мы, более того, мы пойдем по улицам, где они жили, вот буквально скоро. Ко Д'Артаньян? Да. Круто. К боже. Я сейчас растаю просто. Прикинь, да. Ну я же так не говорю. Не, я имею в виду, насколько круто. Круто, реально круто. Я когда к мощам Илья Муромца прикоснулся в Калавре, я реально охренел. Ты забудешь сейчас. Сейчас забудешь про Илью Муромца. Сейчас используешь Боярского. Ой, ну нет, к ночи-то не надо. Тысячи чертей, блин. Дело в том, что если вы читали книгу, то там постоянно присутствует Люксембург. Люксембург, Люксембург. Люксембург... Люксембург... Да нет, вот это... Это надо было снимать, как одна барышня у другой перчатку изо рта вырывает. В Люксембургском саду. Ну, Паша, не надо так смешать, у меня камера трясется. Люксембург имеется в виду вот этот сад. Вот они между этим Люксембургом и остальными точками они передвигаются. Вот этот дворец был построен для Марии Медичи. Мария Медичи была, соответственно, матерью Людовика XIII. И там был еще один персонаж. Помните его? Такой ключевой персонаж в романе «Три мушкетера» Кардинал. Да, но он на самом деле Решелье. Слушай, ты просто благодатная пучва. Тебе можно говорить, а вот здесь же Решелье. Да ладно? И все. И может... С тебя 500 евро. Решелье здесь не жил. Но он здесь бывал на самом деле. Дело в том, что мама Людовика XIII вообще страдал там одной болезнью, за которой он был таким апохондриком и прочее. Это у нас он такой табаков, он такой упитанный, знаете, и прочее. А Людовик XIII по жизни был немножко другим. У меня есть портрет его на самом деле там в папочках. Я вам его покажу. Вот это как раз такая переходная история от барокко к ренессансу. Мария Медичи, она перенесла некоторые элементы итальянской архитектуры сюда. Медичи. Медичи. Марии Медиси. Как говорят по-французски. Здесь мы с вами пойдем в Лувр. Я надеюсь, мы дойдем до той галереи, где Рубенс написал двадцать, по-моему, четыре полотна жизни, всякие деяния и подвиги Марии Медичи. Она там и такая, и сякая, и розеттокая, и вот тут-то она такая богиня. Здесь она вот такая покровительница искусств. Тут она краса, вообще, значит, красная коса и так далее. Вот эти картины, которые вы увидите в Лувре, они изначально висели здесь. С этим зданием связано такое событие, которое во Франции получило название День дурака. Дело в том, что вот эта самая Мария Медича, она реально пыталась Ришелье убрать от Людовика XIII. Про Ришелье мы поговорим отдельно. И в какой-то момент ей это практически удалось. Она уже по городу Парижу пошли слухи, что все, кардинал отставлен. Она здесь во дворе, в дворце в этом, имела беседу со своим сыном. И в этот момент самая ответственная вдруг из-за навесочки выходит этот самый кардинал, которого сам Людовик XIII пригласил. И выясняется, что на самом деле он опять победил. И в дураках осталась мама. Ее высыли реально. И вот этот день он получил название День дурака. Затем этот дворец служил тюрьмой во время французской революции сюда доставили, например, такого персонажа, как Дантона. Да, Дантон это, ну, как бы сказать, но я вот всегда пытаюсь проводить аналогии с нашей революцией, но я бы не назвал его, конечно, троцким, но по некоторым параллелям, может быть, условно, можно его так назвать. Дантон один из девятелей революции, которые французы и французское правительство признают до сих пор. Марата они не признают, потому что Марат, по их мнению, ну, в общем-то, вполне оправданным был фанатик и, в общем-то, можно сказать, даже маньяк. Хотя у нас в городе Петербурге есть улица Марата до сих пор в центре самого города. Парижа в улицу Марата не найдете. Адам Тону памятник стоит рядом с сеной прямо в устье бульвара. Вот, была тюрьма во время Великой Отечественной войны. Здесь была штаб-квартира Люфтваффе. Да, сюда заезжал частенько Геринг. Ну, а потом здесь стал заседать и до сих пор заседает французский сенат. Мушкетеры здесь при чем-то? А для красного словца? Мушкетеры при том, что вот на этой территории постоянно они бегали то туда, то сюда. Вот это Люксембургский сад. Люксембургский сад. Куда мы сейчас пойдем? Куда? Куда они бегали? Мы сейчас пойдем, я вам покажу, куда они бегали. Но он, это Люксембургский сад, постоянно присутствует в этом романе. Здесь, кстати, по кругу расставлены девушки. Это французские королевы. Тут есть, кстати, она... Нет, это не она. Это это не она. Она немножечко первичными половыми признаками не удалась. Но, в принципе, в тренде современности можно сказать, что, да, да, можно сказать, что немножечко и она. Там вот, с той стороны, есть скульптура Анны Австрийской, которую даже Иосиф Бродский посвятил стройке. Вообще, вот этот сад, он изначально, вот, видите, здесь стулья. Они бесплатные. А когда-то они были платные. Вот Анна Ахматова, когда она встречалась с Модельяней здесь, и вы знаете, это известный рисунок, где он ее голенькой изобразил, она писала, что он был настолько бедный, что они сидели на скамейке, потому что стулья были платными. И вот в современном одном путеводителе про Ленина, который жил в Париже, пишется о том, что Ленин сюда ходил и как раз он пытался подкатывать к смотрительнице, которая выдавала эти студии. Но это вилами в воде писано, как бы, но тем не менее. Сейчас мы с вами покидаем это раз чудесное место. Кстати, башня Монпарнас, куда я тебе рекомендую, Митя, сходить и посмотреть на Париж, она вот. Вот там на самом верхнем этаже есть кафе, где можно посидеть, попить кофе, и вот как бы не как на этой эфелевой башне, вот ты представляешь, вот этот ветер только ты увеличь в 25 раз. А там ты в тепле обзорненько, можно так сказать. Ну, тогда платный подъем, туда платный подъем, но оно туда стоит. Тогда можно выйти... Монпарнас? Да, вот башня Монпарнас. Сейчас, кстати, есть планы, это тоже, как бы, ну, такой, знаете, Лужковский проект Парижа. То есть, она абсолютно не любима никем, и сейчас есть планы по ее реконструкции, совершенно безумные порой. Вот, ну, парижане думают, что с ней сделать, потому что это вот такой вставленный зуб. Она, в отличие от вот той башни, не стала ни символом, ни... Сад? Да. Я же сказал, это 8 раз. Люксембургский сад. А где нет? В башне? В башне? ну, там бизнес-центр, фактически. И кафе. Кафе на самом верху. А мы после этого садика туда войдем? Мы будем купаться вот в этом пруду. Да, да, а то что-то мы как-то, ну, жарко ведь. Чай, кофе, чай, кофе, да, потанцуем. Значит, то есть известное стихотворение «Убом России не понять». Аршином, да, заметьте, не метром, а аршином. Значит, была проблема, во-первых, в каждой, ну, не в каждой стране, почти во всех странах была своя система измерения. Это было крайне неудобно. Во Франции было еще того хуже. У них местные меры длины, они, например, в Париже отличались от тех, что в Лионе. То же самое с мерами веса. Вот для того, чтобы это победить, потребовалась революция. Ну, как бы у нас была та же самая история, да, новый алфавит, новая система летоисчисления, да, то есть мы догнали, опять-таки, метрическая система, кстати, о птичках. Это все при проклятых большевиках появилось, а так бы мы до сих пор вот этими аршиновыми, да, и мерили. То же самое во Франции. Чтобы народ приучить к тому, как этот метр выглядел и как он, соответственно, какова его длина, на улицах Парижа были расставленные вот эти эталонные метры. Их сохранилось в две штуки. Вторую штуку я вам потом еще покажу. Но вот это вот один из них. можно, это же не православный храм, тут все можно. Можешь фотографировать, можно сидеть, можно снимать, никакая бабушка к тебе не подскочила, скажет, что вы снимаете? что вы снимаете? Выключите внимательно. Или как мне сказали надо. Не, ну, поток оденьте, я могу понять на самом деле это правильно, но вот. дело в том, что вот в этот храм если вы зайдете, вы даже не сразу обратите внимание и вообще я вам по ходу пьесы буду показывать массу таких вещей. Я очень люблю смотреть А по сторонам, Б наверх и С вниз. Если обратить внимание, вот здесь это есть, это есть такая полосочка идет. Видите, вот такая полосочка. И вот она идет вот туда и вот она вот там дальше продолжается. И вот там, видите, такая стелла. Значит, это парижский меридиан. Опять-таки, у нас был свой меридиан, по которому все отчислялось. Это Пулковский, который проходит по оси Московского проспекта. Был гриммический меридиан и был парижский меридиан. Изначально вот парижский меридиан был главный, но во второй половине XIX века в Америке состоялась так называемая меридианная конференция, на которой было решено, что все-таки мы теперь все будем считать от меридиана, который проходит через Гринвич. Соответственно, в сегодняшний момент гриммический меридиан главный, а парижский меридиан, вот где он проходил, вот в этой церкви как раз показано точно его направление. Вот можно прямо встать и представить тут, где север-запад, юг-восток и так далее. В Нотр-Дам-де-Пари там точка значит зиро, вот эта точка отсчета, да, и там тоже часть этого меридиана, и тут на самом деле были такие войны, почему, значит, куда его надо переносить и где он должен быть. Ну, изначально он на самом деле действительно проходил вот здесь, вот, если внимательно посмотреть на землю, на пол точнее, можно его увидеть. Ну, дорогие друзья, у нас сегодня адский холод, сколько у нас сегодня градусов по-нашему? А в Москве сейчас поставить? Нет, сейчас здесь. Минус 4 градуса. А французам рекомендуют не выходить из дома. Если вдруг с ними случилась такая неприятность, то надо согреваться горячим вином. Пишет об этом Ле Монт и все остальные. Вином, вином. Глинтин. Мы, соответственно, с вами находимся у собора Парижской Богоматери, такой-то матери. Я вам скидывал картинки и на самом деле там показывалось, что изначально вот эта вся территория, она была застроена домами. Сейчас поскольку вам... Я не могу. Короче, один раз у меня выдалось два часа свободного времени в Москве не пришли к обылихоз. Но ни туда, ни сюда. Я оказался как бы в самом центре. Думаю, чего сделать-то? Ну, прокачивать надо на кораблике, думаю, что уж, в конце концов, потерять действенность. Да. На кораблике было ровно два человека, я и еще одна прекрасная девушка. Ну, я что-то смотрел на нее, она на меня, и я говорю, ну, как бы, девушка, я, в принципе, вот гид, хотите, вам там что-нибудь расскажу, потому что он едет и молчит, корабль. он говорит, ну, давайте. Я говорю, ну, вот туда-сюда, вот Кремль, вообще он изначально построен итальянцами, на что он сказал, да ладно? И после этого, грубым, да, таким грубым, могу сказать, и после этого я потерял к ней как сексуальный, так и, так сказать, весь остальной интерес моментально. У меня прошло. Ты меня дистанцируешь этим, понимаешь? Только я начинаю к тебе что-то испытывать, ты говоришь, да ладно, и во мне все успокаивается. Вся эта территория была застроена, на самом деле. На месте Нотр-Дама раньше стояло, по некоторым данным, вообще несколько культовых сооружений. И началось это все возводиться в 12 веке. Эвек, Эвек, господи, епископ, епископ, Сюли, он был инициатором постройки. И у этого храма традиционная история, как у многих других храмов. Ну, во-первых, естественно, его долго строили. И то, что вы сейчас видите, на самом деле, это наслоение, 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 наслоение. Дело в том, что впервые этот храм очень серьезно пострадал во время революции. Ну, мало того, что вот там вот, естественно, поотрубали всем головы революционно настроенные массы, потому что они не знали, что это библейские короли, они думали, что это библейские цари, они думали, что это короли Франции. Затем Робеспир выступил с такой инициативой. Если вы, граждане французы, хотите, чтобы этот храм сохранился, вы, пожалуйста, заплатите нам налог, и на этот налог мы будем организовывать революции в других странах. И этот храм был моментально притворен, как я всегда рассказываю, невозможно создать все на пустом месте. Он был притворен в храм разума. Храм разума, и там на алтаре непосредственно выступала богиня разума. Это была такая актриса. У Бунина есть чудесный рассказ об этом. Да, она изображала себя богиню разума, которой, по идее, все должны поклоняться. Затем храм начал в принципе, поскольку за ним не очень следили, он в принципе начал как-то вешать, вешать, ветшаться. Ветшаться. Вы простите, я просто немножко простуженный и, как обычно, мало спал. Начал ветшаться, и, в общем, к началу 19 века он пришел в состояние вообще полной негодности, и вообще возникала речь про его снос. И здесь главным защитником, главным пиарщиком вот идеи его сохранения опять-таки наш любимый Виктор Гюго выступил, потому что вышел его роман «Собор Парижской Богоматери». И вот этот роман он инициировал воссоздание данной церкви. И здесь на сцену выступает человек по имени Вьоли Людюк. Это один из самых известных французских архитекторов, который, ну, как бы помягче сказать, внес некоторые свои идеи в этот храм. Значит, во-первых, самый старый портал вот этот вот, а вот этот портал, он был практически полностью установлен в Вьоли Людюком. Более того, если мы сейчас обойдем, а мы обойдем, мы обойдем этот храм, мы увидим, что там, соответственно, есть шпиль, так вот этот шпиль во время революции тоже к чертовой бабушке снесли. есть репродукции картин, я скидал в папочку вам, где как раз показан этот храм, вы потом посмотрите, без шпиля он стоит. Вот я тут был в Фурманном переулке в музее-квартире Полинария Васнецова. Он был в Париже, и у него есть картина Нутердама без шпиля. Он его восстановил, и в этом храме было несколько чудных событий. Ну, во-первых, здесь имела место быть совершенно удивительная свадьба между Маргаритой Валуа и Генрихом IV. По некоторым данным, современные французские историки это оспаривают, Генрих стоял здесь при входе, а Маргарита Валуа, она обещалась там у алтаря. Мы зайдем, вы увидите. То есть, поскольку Генрих был такой конвертированный, переконвертированный несколько раз католик, да, то ему как бы не позволили туда зайти. То есть, это была такая свадьба по доверенности. Дистанционная, дистанционная свадьба. Затем мы с вами, если пойдем в Лубр, то увидим картину Давида. Коронация, где, ну, это и коронация Наполеона, но вот конкретно на этой картине показано, как Наполеон возлагает корону на свою супругу. Вот эта коронация имела место быть тоже вот здесь, в этом самом храме. Теперь давайте мы с вами подойдем. Вот это один из самых вообще веселых порталов, которые я когда-либо видел, потому что обратите внимание, например, с правой стороны. Там вот в левом ряду, нижний верх, там какая-то вот обезьяна с женскими грудями. Это сцена страшного суда. Затем, вот видите, какой милый черт там в центре. И вообще там чего только не происходит. Вот это на самом деле, это все Вьолю Людюк. Да, это все его как бы креативы. Он на основе того, что здесь было, он придумал некие вот свои истории. Ну и теперь я думаю, что давайте да, и вот еще последнее, что я хотел сказать. Вот там вот видите, стоит священник с отрубленной головой держит ее в руках. Раз, два, третий слева. Это святой Дионисий. Вот есть у нас в Париже у нас у них гора Монмартр непосредственно. Мон, опять-таки, вы уже знаете, это гора. Мартр это мученик. Так вот, там как раз-таки были казнены три человека, включая вот этого святого Дионисия. И по легенде он просто схватил голову и побежал с ней. Да, пробежал достаточно большое количество километров. Надел голову. Да, нет, голову он не надевал и соответственно вот эта легенда отображена не только здесь, но и вообще на многих порталах, многих церквей города Парижа вы это можете увидеть. Теперь давайте с вами наконец встанем в конец, наконец встанем в конец очереди и зайдем внутрь. Вот вы видите вокруг типичную поведенческую модель любого туриста. Естественно, он будет делать селфи, естественно, он будет фотографироваться. Вот, пожалуйста. Вот эти люди, вы смотрите, они только что сделали селфи, им даже не придет в голову посмотреть под ноги себе, потому что если они туда посмотрят, вот смотрите, что они увидят. Они увидят вот эту вот табличку, на ней написано Рю Де Венизе, Венецианская улица. Вот это, это следы улиц того города, который был раньше здесь. То есть вот, вот эта, ну, паперть, так называемая, она была гораздо меньше, она закачивалась где-то вот там, а вот здесь уже начинались дома, они продолжались вот туда. Если мы с вами сейчас пройдем еще чуть подальше, то мы с вами увидим, не только улицу на самом деле, а вообще след от церкви Иглес Сан-Женевьев Дезарден. Про Цветую Женевьеву я вчера рассказывал. То есть здесь стояла вот церковь, вот она была такая небольшая. Здесь проходила еще одна улица, вот там есть табличка Рюнафду Натердам. Это все было снесено во время преобразования барона Османа, о чем я как бы расскажу вам чуть позже. Ну, просто вот это как бы реликты того, да, реликты того, что здесь было когда-то, чтобы вы понимали вообще. И опять-таки призываю вас как полезно иногда посмотреть себе под ноги. Теперь мы с вами пойдем вот туда. Что касается следующих поездок в Париж. Группу первую я набираю на август, потому что мне подсказали, что в августе сами французы, сами парижане уезжают из Парижа, что в общем-то логично, поэтому город освобождается хотя бы от них. Ну, частично, естественно. Поэтому, если вы желаете присоединиться к группе в августе, то либо пишите мне на электронный адрес, который я укажу в описании под этим видео, либо ВКонтакте меня очень просто найти, в любом поисковике набирайте Павел Перец и там все мои аккаунты. Дальше, по мере, так сказать, сбора, возможно, мы поедем в сентябре, октябре, ноябре, декабре. Естественно, в декабре не в новогодние праздники. Точно так же пишите мне, я буду формировать группы, если будет набираться 10 человек, значит, едем, если не будет набираться, значит, не едем. В каких случаях не стоит ехать? Не стоит ехать однозначно в том случае, если вы не привыкли много ходить. Я предпочитаю показывать город такой, какой он есть. Париж вообще очень маленький город, поэтому ходим мы много. Ну, как много? Для меня мы ходим мало. Но вот во второй наш заезд было пару человек, для которых это было много. Поэтому вот если вы не привыкли к передвижению на своих двоих, то, соответственно, это не ваша история. Второй момент, когда это может быть не ваша история, но если у вас реально ну совсем туго с деньгами. Париж не самый дешевый город мира, хотя иногда Москва его опережает по некоторым параметрам, но тем не менее. Это не значит, что мы будем как-то в каких-то разорительных местах обедать или в разорительных местах жить, но тем не менее, если вы собираетесь вот реально каждую копейку считать, ну, наверное, стоит выбрать, может быть, другое направление для отдыха. К тому же, вам придется заплатить мне некие деньги. Они гораздо меньше, чем если вы будете нанимать гида в Париже, но тем не менее, это все равно деньги. В любом случае, всю подробную информацию, у меня уже есть некая такая памятка в формате Microsoft Word, я вам вышлю, если вы мне напишите. Ну, на этом все. Оставляйте комментарии. Когда смонтирую вторую часть, соответственно, выложу. Вообще, я сделаю еще отдельный, наверное, выпуск просто про Париж-мушкетеров, потому что я водил по тем местам, но, к сожалению, не удалось в этот раз снять. А с вами я прощаюсь. Пока. Продолжение следует...